Завод ЗИЛ был основан в 1916 году и массово выпускал грузовики и холодильники. Помимо этого, было много дочерних предприятий. ЗИЛ мы называем заводом. Ныне это целая семья предприятий. Но в то время мало кто знал, что в специальном цеху, вдали от посторонних глаз, под грифом «Совершенно секретно» производились легковые автомобили первых лиц СССР. Их было много, но сегодня мы остановимся на модели ЗИЛ 41047. Символично, что сегодня мы находимся у последнего уцелевшего здания ЗИЛ, который в данный момент сносят. В 1974 году началась разработка глубокой модернизации автомобиля ЗИЛ 114. И в 1978 году началась сборка ЗИЛ 4104. Но время шло, и автомобильная мода менялась. В 1985 году к власти пришел новый генсек. Именно в тот год появилось, выражаясь современным языком, понятие «рестайлинг правительственного автомобиля» ЗИЛ 41047. Вернемся к модели 41047, которая пришла на смену 41045. Начнем с интересного факта. Многие ЗИЛы утилизировались после пробега 100 тысяч километров. Так как не гоже главной машине страны ломаться. Разумеется, без поломок никуда. Но рассказ об этом займет слишком много времени. Вообще, если говорить про индекс модели 4104, то и модификаций было достаточно много. ЗИЛ 41052 – бронекапсула, на которой мы передвигались первые лица. Но этих машин было построено достаточно мало. И одно время генсеки ездили не на бронированных автомобилях. ЗИЛ 41072 – «Скорпион». Был предназначен для 9-го отдела КГБ, сегодняшнее ФСО. ЗИЛ 41044 – «Фэйтон». Автомобиль предназначался для парада победы. ЗИЛ 41042. Вы, наверное, скажете, что это машина политического дачника, который ведет на майские праздники пару кило мяса с кремлевского комбината. Но нет, это была машина скорой помощи, сопровоздающая охраняемое лицо. По-другому его называли «черный доктор». Были еще и нестандартные версии, такие как ЗИЛ 41041 АМГ. Хотя от дела там осталось разве что кузов. Ну ладно, не об этом все будет. А теперь представьте массу данного автомобиля, которая составляла 3,5 тонны. И ведь это еще не бронированная версия. Да и размеры внушительные у этого корабля. Длина 6,3 метра. Ширина чуть больше двух. Высота 1,5 метра. И все это на раме с лонжеронами. За счет этих параметров стоит отметить тот факт, что этот автомобиль никогда не переворачивался. Передняя подвеска автомобиля торсионная. Задние рессоры. А что же приводит в движение такую машину? Под капотом стоит сердце объемом 7,7 литра, который выдает 315-7. В этих машинах устанавливалось АКПП на три ступени. Создана она самим заводом имени Лихачева. Да, это не Айсин или ЗТФ. Тут чувствуется, как она переключает передачи. Расход топлива 25-30 литров на соль. Видите горловину топливного бака? Или ручку открытия багажника? Нет. А она есть. И сейчас я это все продемонстрирую. Откидываем номер. Нажимаем на кнопку. Открыли багажник. Горловина. И сам огромный багажник. И что мы видим в багажнике? Видим запаску. И видим интересное устройство. Блок спецсвязи. Он здесь не один. Но, к сожалению, это все не работает. Блин, а какая тяжелая дверь. И ведь это еще не бронированная версия. Да, открыть ее это целая история. Оп. Оп. Хотя, это должен был делать прикрепленный человек. На заднем сидении соблюсти конфиденциальность. Перегородка поднималась. В левом углу у нас находится свой кондиционер. В правом углу у нас находится свое радио. В данной нише установлен телефон. Некая такая комната класса люкс. Точнее, офис советского чиновника. На дверях у нас по две ручки. Одна для основного пассажира. Вторая, если есть сопровождающее лицо. Или просто. Банально для удобства выхода. Велюр, ручки, вставки из карельской березы. Очень мягкие кресла. Сейчас многие скажут, что велюр это дешево. Да и все современные авто, даже 10-15 лет назад выпущенные, идут на кожзаме. Но на самом деле, на самом деле, японцы в своих люксовых автомобилях, такие как Toyota Century, но еще есть несколько вариантов, используют велюр. Потому что он удобен зимой. Он теплый. В жару ты к нему не прилипаешь. И не скользишь, когда данный автомобиль заходит в поворот. Руль в данном автомобиле регулируется в двух положениях. А вот сидение, увы, никуда не подвинешь. И забыл еще упомянуть одну интересную вещь, что здесь, спереди и сзади, абсолютно раздельный кондиционер. У водителя свой, у заднего пассажира свой. И что мы видим в салоне? Все культурно, все аккуратно, никакого излишества. В принципе, все удобно. Теперь из интересных вещей. Открываем ящичек. Видим аппаратуру спецсвязи. Блок сигнально-говорящего устройства, стерео. Кстати, должен отметить весьма информативный щиток приборов. Возвращаясь к блоку спецсвязи, что должен был сделать водитель? Нажать вот эту кнопку. Теперь мы видим, что включилась система спецсвязи. Опять же, выход, линия, город, режимы работы, сам телефон. Одна из основных вещей, которую должен был сделать водитель гона при перевозке человека, это включить СГУ. Причем СГУ работала с переключением на руле. А вот ее режимы. Обычный. Второй режим. Третий. Алексей Алексеевич, здесь документы. Свежая пресса. О, отлично! Так, что у нас тут пишут? С 1993 года правительство стало пересаживаться на иномарки. А последний легковой ЗИЛ был сделан в 2000 году. После чего завод имени Лихачева просуществовал в 13 лет. И в 2013 году полностью прекратил свое существование. Таким образом, Россия потеряла возможность выпускать отечественные машины высокого класса. Как бы что ни было, ЗИСы, Чайки, ЗИЛы – это наша история, которую мы должны знать и хранить. Ну а что будет дальше, покажет только время. С вами был канал Карлок. До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...